14 сентября 2019 года первый русский заполярный город отметил свое 520-летие. Городище известно тем, что туда в 1667 году был сослан известный старовер протопоп Авакум. Последователи веры Авакума живут и в Ненецком округе. Один из них руководитель старобряческой поморской общины Александр Иванович Липунов. Сегодня вместе с программой СИУН «Зов сердце» мы отправляемся к нему в гости. Здравствуйте, Александр Иванович! Рад вас видеть! Тоже мне приятно с вами встретиться сегодня. Такой значимый день у нас сегодня, значит, 24 сентября. Александр Иванович встречает нас на территории староверческого комплекса. Это древнеправославный храмовый ансамбль в стиле северного деревянного зодчества. На одной из улиц Наринмара он возник благодаря стараниям самого настоятеля, пожертвованиям нефтяных компаний, муниципальных предприятий и неравнодушным жителям Наринмара. Первое встречи у нас пошло как будто часонье имя протопоп Авакум. Она маленькая, всего 5 на 11 с пристройкой. Часонью-то, значит, удалось поставить в 2009-2007 году. Место нам удалось добиться. А потом, когда поставили, значит, решили, значит, здесь в каменном исполнении храм строить. Но тоже у нас тут были определенные трудности всякие у нас, как говорится. То перестройка, то, значит, как бы кризис, то еще что-то. Ну и софиаса. А у нас же все идет финансировано за счет пожертвований физических лиц идет, как говорится. Мы очень бедны, как говорится, старобрядцы. Ну и потом не получилось. Решили в деревянном. Настоящими символами храма стали две иконы – Казанской Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Потому что, когда мы построили, на Сахалине зашли, когда общину создали, то приехал духовный наставник Ичая Василий Федотович с Москвы. И когда священник стали, у нас получился престольный праздник в честь Казанской Богородицы Николая Чудотворца. Видите там. А это значит, нам больше молиться надо. Александр Иванович проводит для нас экскурсию, показывает деревянный крест. Это точная копия Пустозерского креста, который был поставлен на предполагаемом месте гибели протопопа Аввакума. Вот протопопа Аввакума, икона Николая Чудотворца, Якуна Федора, Иванович Николая Чудотворца. Видите, вот икона там, да? И доска написана. Это все снято, как бы мы хотели в Пустозерске поставить, но нам не разрешили. Говорят, ставьте у себя. И власти опять нам разрешили. Ну, а вот это опять, как бы, поклонный памятный крест поставленный пострадавшим, значит, всех православных христиан за истинную веру. И как бы оберетный еще. Понимаете, у меня был тут поводок большой, да? И как раз я его поставил в шестнадцатом, семнадцатом поводок большой. И мне не хватало. Говорят, вот, крест помолись, да, и поможет, да? Вот говорят, нет чудес, да? Я побежал, значит, в администрацию, и Бережной мне дали две машины песка, и мне вода не зашла. Мы справились. Скоро у старобрядцев появится еще одна архитектурная композиция. Стелла в честь почитаемого староверами протопопа Аввакума. У нас так и получилось. Вот у нас, вот он здесь стоять, стелла, да? И он вот здесь, вот как, точно, как вот два кольца у ЗАГСа, вот так же все будет, понимаете? Стелла протопопа Аввакума. И он будет как бы работать на всех. Не только вот где-то, если поставили его куда-то, пустозерки, и уйти, и все, да? А здесь вот независимо от религиозных, кто придут, подойдут и посмотрят, правильно? То есть как охранять будет наш округ? А мы будем как бы ухаживать за ним. Предмет гордости Александра Ивановича – выставка «Духовная памятью единым», которая находится в часовне. Здесь собраны предметы быта, одежда старобрядцев, духовные книги и вещи фронтовиков из личного архива настоятелям. «А принес я вот таким, говорилось, вот мой отчим, папа мой на фронте погиб, вот хозяин, каким, говорит, он пришел вот с фронта, дошел до Германии, и вот принес, и здесь он как раз вот этот принес рюкзак, а у него были как раз вот такие нитки, крючки. У меня книжка есть, написано про него. Он пришел с фронта, у него было ни кола, ни двора, ничего. Тяжело говорить даже о нем, но он с мамой постречался, и вот они еще шестерых родили, у нас все равно восьмеры всего. Папа у меня погиб на фотографии, мы с Женей остались, двое, и вот они еще шестерых родили. И у нас восьмеры все, все мы живы пока еще. И дело в том, что у нас так получилось, что у нас, считай, теперь во всех отраслях народного хозяйства есть наши люди, а уже право, внуков это уже не счесть. В часовне представлены фотографии самых значимых мероприятий старообрядческой общины. Особое место отведено иконам. Икона у нас, видите, отличается. У нас иконы все на дереве и на латуни. Вот это мы отличаемся, да. Ну и вот немножко у нас вот эта икона, например, она поповская считается, видите, вот тут, потому что Иисус Христос и Казанская Погройца похожи на людей, видите, да, на людей похожи. А сколько ей лет? Ну, я не знаю, но это вот, вот этот оклад называется, конечно, окладу, может быть, и 50 лет, может, больше лет, но вот это, а само изображение вот там, оно уже, может быть, лет сто. Вот отличие-то у нас идет, чем мы думаем, догматы, это ведь после раскола, то у нас, как бы, почему называется старообрядцы? Мы так-то староверы ведь, староверы, вот вера, до 1908 года, когда князь Владимир крестил Русь, да, вот, сменили, значит, обряды, но обрядцы они назвали, новые обряды вели, да, а нас старообряды, как бы старые обряды, а на самом деле мы староверы, вот той веры, у нас все и книги староверы, и вот молимся по староверой, и вот Иисус-то у нас сохранен, видите, одна буква Иисус, потом у нас восьмиконечный крест, потом мы, аллилуйя, аллилуйя, святое крещение у нас до сих пор все крестим в купыли, как все мама родила, в том и крестим и малых, и взрослых. Отдельный стенд посвящен жизненному пути протопопа Аввакума. Знаменитый русский старообрядец был сослан царем Федором Алексеевичем в Пустозерский монастырь в 1667 году. Он был ярым противником церковных реформ патриарха Никона, приведшим к расколу русской православной церкви. В Страстную пятницу 14 апреля 1682 года по настоянию патриарха Иакима в Пустозерске в деревянном срубе с тремя своими единомышленниками был сожжен протопоп Аввакум, незаурядный писатель. Оригиналы на бересте, написанные его рукой, многократно переписывались и распространялись. Ему приписывают 43 сочинения – знаменитое «Житие протопопа Аввакума», книга бесед, книга толкований, книга обличений и другие. Он считается родоначальником исповедальной прозы. Пишет книги и сам настоятель старообрядческой общины. Одна из них – «Пространство родовой памяти», издана в этом году. Ее соавтор – Зинаида Данилова. На страницах – истории семейных родов Липуновых, Чупровых, Филипповых, Поздеевых, Бабиковых, Хозяиновых и другие. Где на фоне событий 19-20 веков показаны отношения в семьях. Здесь же – старые портреты родственников настоятеля. Вот это мой папа, да. Он был, значит, помощник пулеметчика, а дедушка был пулеметчиком. Папа подтаскивал снаряды, а дедушка стрелял. Вы его не помните, да? Я не помню, потому что я в 41-м году родился. Его уже в 41-м году на фронт осенью забрали. А в 42-м, 9-м сентября он погибает. А в 27-м сентября дедушка погибает. Дедушка в его охороне. Это очевидцы мне рассказывали. Он на мине взорвался. Село Тарталово немцы все снесли. А когда уже вечером ему дали задание принести воды, услышали взрыв. И папа взорвался на мине. Задание пошел выполнять. Ну, наше было, правильно? Варвара Семеновна нас восьмерых родила. Она вот девчонка, 14-ти лет, с укуневого носа. Значит, приехала. У их семья-то у бабушки большая. Почти 13 детей было. И вот нужно было кормить. И вот она с укуневым носом родилась. И с 14-ти лет уже попала в носовую рыбачить. Рыбачить. А мой папа опять с усыльями отправили его тоже рыбачить. И они в носовой познакомились до войны-то. А тогда денег-то не давали. Муку давали. И эту муку она посылала укунев нос. Кормить семью, помогать сестрам. Часть уже потом, после войны, привезла сестры сюда. Потом маму привезла сюда. Все приехали. На Римаре-то мы и оказались. После экскурсии в часовне мы отправляемся в храм Казанской Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Церковь построена в традициях русского допетровского храмового зодчества. По типу посадских храмов 17 века. В храме есть трапезная, библиотека, крестильная и молебный зал. Вот мы находимся здесь, в притворье церковное нашего храма. И когда приходят сюда непосредственно прихожане, здороваются. И сразу у нас иконы. И ложат три поклона сразу. «Боже, милости, буди мне грешно, создав и мне Господи, помилуй меня». Вячеслав сообщил «Господи, помилуй, прости мне грешно». И прощается. Если я говорю «Прости, отче, братья и сестры, мне грешно». Они говорят «Бог простит и меня простит». И я опять говорю «Бог вас простит». После этого они уже идут переодеваться, руки мыть. Вот там постарше бабушки здесь раздеваются, молодежи повыше там есть раздеваются. Вот здесь у нас как раз 20 лет вообще не было. Мы такую сделали наследники Аввакума выставку. И вот был Александр Витальевич нам подарил вот такую картину. Вот это храм, это пустозерские кресты, а это вот часовня имя протопопа Аввакума. Это вот как раз Олег Иванович Розунов, председатель Российского совета. Он представился, значит, год назад, уже полтора года. Он руководил Российским советом больше 25 лет. Александр Витальевич, а часто люди приходят вот к вам в церковь? Я думаю, что вы для них, наверное, не только как настоятель, но еще как психолог. Обычно же приходят, когда что-то случается, да? Ну, знаете, как бы церковь-то служит для объединения людей, для согласия, для смирения. И в основном уже понятно, что если что-то где-то в трудностях, и люди идут в церковь, обращаются. Когда соборную службу проведешь, приходят уже к отцу службы, приходят тоже с вопросами. Кто-то приходит по крещению, кто-то приходит. У кого-то больные родственники, свечу поставить тоже, чтобы как-то, говорит, поднять дух. Да, мы на себя берем много, может быть, не психологи, но надо быть нам, как бы, больше быть доброжелательными, терпеливыми. Церковь же у нас смиряет людей, смиряет.